Всем доброе утро! Ну у меня утро, у вас не знаю, в которое время вы будете смотреть. Я просто собралась, я вот купила вот такую лампу, куда я уже могу поставить телефон. И уже вот эта лампа с подсветкой, там есть холодный свет, тёплый свет, красный свет разный. Вот я вот села, вот уже поясничаю перед вами, уже могу говорить, что я в пятый раз собралась ехать на море. Да, пятый раз, и в четыре раза, которые я была, только один раз вошла в воду, и только часик полежала. И то, как бы не насладилась тем всем, что хочу ощутить, потому что или солнышко зашло, или холодная вода, или дождик, или непонятно что было. Постоянно, и живу практически на море. Кому-то сказать, что я среди июля ещё не была на море, и вообще не загорелая, как вы смотрите, да. Я то не сможешь там очень сильно, но всё равно какой-то оттенок должен быть, и я ещё как бы совсем белая. Вот, с синишным оттенком, ну такая. Вот, сегодня мы едем пятый раз, и опять передают по воду, что будет, может быть, дождик. Но я уже не верю нашим прогнозам, потому что очень часто передают, там, у нас прям по часам. Три часа одно, четыре другое, там, пятое, шестое, по часам, а потом оно всё не совпадает. То я так, взяла с собой три наряда, взяла себе длинные палацы, лён, с этим, с рубашкой удлинённой, или сафари, или как там кардиган, как тебе называть, тоже лён. Там взяла с собой сарафанчик шёлковый, и курточку дидюгалоску, которую купила. Ну, не знаю, что я буду одевать, буду смотреть. Если будет дождик, я хожу по магазинам. Если будет пасмурно, не будет солнышка, я гуляю по улице, смотрю на людей, потому что хочу себя показать и людей повидать, да. Вот, но если будет солнышко, то, конечно, я буду на пляжике. Вот, так что мы едем. Маму я отправлю, пусть себе идёт, она хочет рыбок посмотреть. Вот, то я её отправлю в аквариум, у нас тут он называется. Забыла, как правильно. Боже, ну, короче, она пойдёт, там очень долго будет себе гулять, сколько хочет, потом мне отзвонить, когда её оттуда забрать. Пусть себе наблюдает, там скаты улыбаются, плавают над головой, акулки, то ей будет что посмотреть, и о чём подумать, и потом себе порассуждать, и внукам своим порассказывать. Ну, правнукам, правнукам своим порассказывать. Вот, всё, а мы с вами едем, опять ищем что-то интересное. Я так хочу, что-то интересное. Ну, нечего сидеть дома, если хочешь, движение – это жизнь. Надо видеться, вперёд, поехали. Я вот еду и уже вижу, что как-то собирается на дождик, но меня это не пугает. У природы нет плохой погоды. Всякая погода – благодать, да? Едем. Вот, я уже въездила. Ну, вот, конечно, уже капает дождик. Ну, и что? Вот это такой большущий ферро вина. Написано «железное вино». Ферро – это «железное вино». Ферро вина, железное вино, не знаю. Магазин сам просто железный. Большущий, вот это всё-всё-всё магазин вина. Я хотела войти вовнутрь, потому что-то нету настроения сейчас. Припарковались мы там. Вот, уже вечер начинает. Не знаю, какая у нас прогулка сегодня получится. Боже, как и вечер, но все время сутки. Вот как пальмы доегируют. Захожу в барчик. Захожу в барчик, потому что надо спрятаться немножко от дождика. И что-то перекусить. Показать вам, где я примасилась. Вот свой перекус, вот так вот прям в баре. Там себе дождик идёт, там вот такие вот столики девочки сидят. А я вот тут себе присела. В помещении, вот смотрите, вместо столика вот такие у них тумбочки. По приколу, смотрите, где моё кофе и мою трамезину. Прикол, да? Прикольно сижу в кафе, да? Вот свою курточку повесила. Положила, повесила, положила. Ой, кстати, курточка подходит в том. Это тоже Lison de Monde. А, это в коине было, но мадовая, это коин. Кресло, имею ввиду, диванчик, на котором сижу. Дождик прошёл. Люди повыходили на обед, потому что сейчас время обеда. Я встретила свою подругу. Лилиана! Тя-я-я-о. Иду ещё с ней на обед. Сейчас пойдём на Коза Тува и Манджаре. А, шо? А, шо? Как вы соли, это сей-сей. Идём на рыбку сейчас. Вот мы зашли в ресторан рыбный. Не хочу людей снимать, чтобы люди не возмущались. Нельзя. Но вот там вот парочка сидит. Интересно. Но я хочу сказать, что нам сразу же вот дали вот это вот ходит, такое антипаста маленькое, каждому индивидуально. Это бесплатно как бы даёт. И это в хлебушек. Вот. И каждому дают, что записать фамилия, имя, телефон, что ты пришёл сюда кушать и что ты будешь кушать. Анекдот. Хорошо, что у меня ручка с собой всегда. В цирке такого ещё не видела. Телефон даже писать и фамилию, и имя. Но это анекдот, конечно. Ну, пишу. Так, это оказывается, надо написать просто свои данные, потому что если кто-то больной есть в салоне, то, ну, в зале, то чтобы потом знать, где искать. Но я имейл не писала, написала только свой телефон. Да, и число, когда мы здесь, ну, вот такое вот написала свои такие данные. И всё. И сейчас будем заказывать. Но мы хотим жилья ту рыбную. Да, морская зона. То есть, где вот эти вот такие вот ящики покрасили. И всё, подушек набросали. И прикольно. Дождик прошёл. Посмотрите на машину. Моя тоже такая же. Я думала, что это моя. Под открытым небом. И ещё вот такая какая-то дождь. Такая вот грязь какая-то падала просто. Это все машины одинаковые. Что это за дождик? Под открытым небом. Такое впечатление, что грязь падает с неба. Вот, смотрите, вторая машина. И вот третья. Моя тоже белая, но моя уже подпаркована в другом месте. Это мы вышли с ресторана. Мы покушали фриттуру. Мне больше нравится, конечно, антипаста и рильято. Но для разнообразия надо и фриттуру покушать. Это мы кальмарчики, креветочки, кляре. Вы же понимаете, на море как без натуральных камней. Камней, да уже какое жерелье. Сейчас я жду, когда откроется. Потому что я себе так и не купила то, что планировала. Купить ветчинцы, если бы не нашла. Но мне надо розовые камни, розовые. Бирюза у меня есть, коралл у меня есть. Мне надо розовые. Розовые длинные жерелья. И в этом бутике аналогично. Коралл, бирюза, янтарь, малахит. Что еще нету? Ой, показываю вам, что сразу же купила я. Агат, просто кусок камня. Вот так срез. Видите, вот так отрезан. Агат есть в разных цветах. А это агат фукси. Я такого еще просто не видела. А мне так хотелось фукси. Вот на руке у меня кварц такой бледно-розовый. Вот. А вот такой камень, конечно, удивительный цвет. Но я взяла. Она сказала, что с Бразилии. Вот этот кусочек агата. Ну, большой кусочек, хочу вам сказать. Что я думала, что как кулон его даже не сделаешь. Я думала, что мастера мурановского стекла, это камень, а не стеклом работает. Думаю, может быть, они сделали мне дырочку, чтобы я повесила на такой каучук длинный. Ну, посмотрю. Или будет так просто у меня лежать. Ну, классный кусок, да? Агат Бразильянский. Так, на маникюр не смотрите. Я уже записана. На днях пойду делать. Уже три недели прошло. Вольсваген. Интересно, какого года этот Вольсваген? Ну, сейчас я, наверное, сделаю фото возле этого Вольсвагена, чтобы видели, насколько я больше. Вольсваген. Какой год? Даже не знаю. Трикольная такая ретро. С 12.30 до 5 все магазины закрыты. Потом они открываются в 5 вечера. И уже работаются, как в курортной зоне. До 11, до 12 работает. Смотрите, как Жанночка удачно выбирается на море. Сама себя смеюсь, но надо же так. Ну, это просто. Пятый раз приехать, но ноги помочу опять. И все, на этом все. Ну, красиво, да? Вот океан я боюсь, потому что в океане бывают разные цуннавии. Реально я боюсь. Вообще стихия вода и огонь. Это очень страшно, конечно. Очень страшно. Но вот так посмотреть. Пляж свободный. Никакого нигде нету. Я вот сажусь на ближний, на ближний ряд, чтобы надышаться и наслужиться. Сейчас попробую помедитировать, отключить телефон. Ну, скажите, в этом тоже есть прелесть своя, да? Магазины закрыты до ночи вечера. Хорошо, что дождик закончится. Солнышка нету, море шторги. Пальник у меня тоже розовый, такие же, такой же, как и ногти. Такие на ножках. Ну, да, вот тут тоже рамки. Это розовый, а на ножках все пусто. Снимала свои браслетики все. Вот там вот наш балкончик. Ничего нету. И ложусь себе подышать морским воздухом. Я хочу уточнить, что это я не Маура на квартире, это я к своей Ливиане сюда вот пришла. У нее тут сразу же, они снимают каждый год. Вот тут вот квартиры, вот второй там этаж, балкон. Полностью они снимают на пять недель каждый год. Вот. А у Маура немножко не так. Маура более там такая зона. Пиватная, нет такого пляжика сразу же. Я вам вроде бы тоже делала уже репортаж. Вот так. Все, ложусь. Включаю телефон. Увидимся попозже. Ну, с вами-то не похоже, с вами следующая секунда. Я дома. Я дома. И хочу записать вот, как бы, окончание видео, которое я сейчас буду делать. Но буду монтировать. Потому что приехала и сама в шоке. Сама еду и сама. Сама себя просто удивляюсь. Потому что утром я говорила, хочу, хочу, хочу. Помните мое приветствие? Хочу, хочу, хочу. Едем, хочу, что интересное, интересное. Я нашла это интересное. Я получила еще больше вопросов в этой жизни, на которые я не знаю ответа. И не знаю, буду ли знать этот ответ. Потому что я не знаю, кто мы. Зачем мы здесь? Откуда? Непонятно. Одно понимаю, что мы какое-то одно стадо. Такое, закрытое такое оружие. Как это называется? Кошара или как это, да? Вот. И приватные стадо, хочу сказать. Точно приватные. Потому что, если животное в лесу, оно может куда-то спрятаться от человека. Ну, хотя бы какое-то там время. И жить по своим принципам. По своим каких-то. Никто ему не диктует свои условия. Никакие ограничения не делает. Ну, природа там делает, да. Но все равно живет как хочет, да. А мы в правилах. Мы должны придерживаться каких-то правил. Кто нам эти правила создавал? Непонятно. Но, вот если взяли, взяли одну корову сегодня, да. И увели на убой. А я спряталась в другом конце, в другом углу. И я думаю, боже, ее забрали, а я вот такая. И я никуда не спряталась. Просто через несколько там, некоторое время и меня заберут. Всех заберут куда надо. Потому что мы все непонятно кто. Потому что нас в школе учили непонятно чему. Да, я всегда задавалась разами интересный вопрос. Я не буду это говорить. Я думаю, что не я одна такая хитрая. Я думаю, что много таких людей было. Просто сегодня Езола, Лида Диезола, курортный город. Также на территории Венеции. Но не везде вот так, не везде был дождик. Вот так просто клаптиками такими было, да. Участками такими. Потому что я приехала в мастер, начала спрашивать людей. Тут мастер и возле себя. А вряд ли такой маленький был дождик. Но везде, где был дождь, он был грязевой дождь. С неба падала грязь. Вы понимаете, что это такое? Вы такое знаете. Ну, я не учила физику хорошо в школе. Да, я имела хорошие оценки. Я закончила только три четверки, все пятерки. Ну, это мне уже ставили автоматом. Я вообще-то творческая натура и я филолог по образованию. И мне это вот говорить я могу, да. Да. Но вот физика, это не для меня. Но все равно я понимаю, что под ногами у нас земля. А там у нас вода. Там у нас чистый космос. Да, неизвестный немного. Но вода, мы же понимаем, что оттуда не может падать грязь. А сегодня она падала. Все машины под открытым небом. Хорошо, если бы это только моя машина и стояла бы под деревом. Я бы думала, что-то что с дерева нападало. Но это просто поголовно. Все машины грязные. И грязь такая, как глина. Не черный зем такой, а рыжая такая грязь. И я начала вспоминать, что вот я часто смотрела, смотрю, читаю, интересуюсь. Да, всю жизнь. Сейчас разные выскакивают там в интернете, в ютубе, да. Много такого говорят. Боже, что они, где они, откуда. Но все равно откуда-то. И не надо думать, что ненормальные, что мы там слышим такие. Есть разные теории. И ненормальные, и маразматические, и разные. Но надо вот читать между строк, наверное. Так же, как и законы говорят, надо читать между строк, да. Вот. Потому что что-то непонятное творится в природе. Что-то неизвестное. И понимаю, что никто никуда не убежит. И что захотят, то с нами сделают. Объясните мне, пожалуйста. Это может у меня что-то с головой творится уже в последнее время. Или, может, вас тоже интересуют такие вопросы. Кто мы? Откуда? Зачем? Не знаю. Чао.